Маска, перчатки, очки, защитный костюм. Процесс сборов для врача Химкинской городской поликлиники номер один теперь более затратный по времени. Участковый терапевт Оксана Буханец готовится ко встрече с пациентами на дому. В руках пачка одноразовых перчаток. Чтобы не рисковать здоровьем больных, после каждого посещения квартиры пару необходимо утилизировать. То же самое с халатом, который надевают на защитный комбинезон. Мы, по сути, должны после каждого пациента сменную одежду раздеваться и менять на следующую. Перед выходом еще раз пробежаться по списку адресов. Их немало, поэтому важно определить последовательность. Кому-то требуется помощь немедленно, а кто-то сможет немного подождать. В любом случае приедут ко всем. И последнее – не забыть контактные данные пациентов. Не все подъезды открыты. Периодически приходится пациентам звонить и просить. Допустим, говорят, что приехал врач на осмотр. Заявки на вызовы приходят в течение всего дня. Чтобы успеть ко всем, необходим транспорт. Гораздо больше, чем есть в распоряжении больницы в обычные дни. Доброе утро. Что у нас в машине? Белый микроавтобус ожидает во дворе. В пандемию транспортная компания «Стар Транс» выделила 19 своих автобусов, которые помогают поликлиникам химок развозить врачей. На состоянии автопарка, говорит руководство, это не отражается. Транспорта хватает. У нас есть резервный транспорт, который мы дополнительно выделяем для больницы. Автобусы тщательно дезинфицируют утром и вечером. А также в течение дня водители поддерживают частоту. Сами они проходят медосмотр перед рейсом и после него. В салоне необходимы средства защиты – маски, перчатки, костюмы, антисептики. Поэтому медики могут быть спокойны. Первый адрес, я думаю, мы поедем на Ленинский проспект, 19-1, первый подъезд там. Здравствуйте, Оксана. Максим Лебедев за рулем с 93-го года. Раньше работал на регулярных рейсах, с началом пандемии пересел на такие медицинские автобусы. Отличия, говорит, разительные. Здесь спокойней намного. Здесь общаешься с одним врачом. А там каждый заходит со своим настроением. Морально легче, а физически непросто. По словам водителя, за эти два месяца он переосмыслил работу скорой. В день доходит и до 30 вызовов. Включая те, где врач, собственно, и не требуется. Например, для продления больничного, который можно оформить дистанционно. Но есть и другие трудности, с которыми не сталкиваются водители рейсового автобуса. Самое сложное, наверное, заезд во дворы. Потому что машины как бы немаленькие. Ну, а наши автолюбители полагаются, что все ездят на легковых машинах. И что все проедут, и у всех все будет хорошо. Однако опыт работы на маршрутах пригождается. Опытные водители, которые находятся на рейсах, они, конечно же, замечательно ориентируются и по адресам, куда ехать. То есть прокладывают, грубо говоря, логистику нам. И мы в паре работаем. В общем, уже не обращаешь внимания автобуса или легковой автомобиль. Нередко работа выходит за рамки стандартного рабочего дня. Но врачи и водители понимают – это их долг. Тем более они уже сработались и чувствуют себя настоящей командой. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.